Удары ногами и руками в тэквондо – это тяжелая артиллерия. Пока одни бьются на ринге, другие настраиваются. Вспоминают восточную мудрость, разминаются, оттачивают удары. И самое интересное – никто не волнуется. Тут кайф, как сказать. Получается, вот этот настрой, вот ты перед соревнованием, вот когда побеждаешь и идешь, да, ты это сделал. В чем ваша сильная сторона? Моя? Ну, мне кажется, жесткость. Как бы, я вот сейчас сколько смотрю уже спаррингов, никто кулаком не бьет. Ну, а как бы я захожу, думаю, больно. А травмы есть? Есть. Какие? Травм много, перечисляю долго. Как у Джеки Чана? Нет, еще больше. Зеленый, красный, черный пояса – символ мастерства. На этом первенстве только выдающиеся спортсмены Сибири до 2021 года. Некоторые уже призеры России и Европы. На первый взгляд в корейском искусстве все просто. Кто лучше машет ногами, тот и побеждает. Тренеры и их ученики опровергают стереотип. Из всех видов единоборства, наверное, можно сказать, интеллектуально агрессивно. То есть немножечко такой, как шахматы в единоборствах. То есть надо очень много думать, принимать быстрые решения. Приходится спортсменам хитрить, обманывать. Тут на силу мало можно что-то сделать, на самом деле. Потому что если ты будешь постоянно лететь, сперник может выдернуть тебя в сторону, уйти и просто по баллам переиграть. Алтайский край – один из четырех сибирских регионов, где тэквондо на высоте. Наши спортсмены даже выступали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В этом турнире четыре алтайских спортсмена вновь вырвали золото. В этом году их ждет первенство России. А там, кто знает, и международный бой. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.